К новому учебному году в Айхальской школе номер 23 закуплено интерактивное оборудование. Это проекторы и интерактивные доски. В фойе первого и третьего этажей установлены сенсорные панели. Администраторы выводят на монитор полезную информацию для школьников. Например, какой урок идет или сколько времени осталось до конца перемены. На закупку оборудования потрачено 825 тысяч рублей. Планируется закупить в учебное заведение и панорамный класс в кабинет истории. Это несколько проекторов, интерактивная доска, стол и планшеты для каждого ученика. Мы сейчас в стадии аукциона, потому что оборудование очень дорогостоящее. И нам хочется закупить оборудование качественное. 2 сентября обновленные учебные заведения откроют свои двери после ремонта. 23-я школа готова принять более тысячи учеников. На сумму 900 тысяч рублей закуплены учебно-наглядные пособия. Этим летом в Айхайской школе номер 23 работала летняя площадка. К ремонтным работам приступили только в июле. Покрасили стены и полы в учебных классах. В рамках подготовки к отопительному сезону это ремонт стояков, отопление в мастерских, так как это было у нас необходимо. И выполнено в одном из кабинетов по предписанию поженодзора замена горючестойких панелей на гипсокартон с оклеиванием обоев. Готовится принять своих учеников и Айхайская школа номер 5. На сегодняшний день ремонт в учебном заведении закончен. Ведутся последние подготовительные работы. Закуплено интерактивное оборудование, учебно-наглядные пособия, мини-экспресс-лаборатория. Расходные материалы для проведения опытов. На работу принят учитель начальных классов. Открыта вакансия учителя физики. Провели текущие ремонты. Это по ремонту крыши бассейна, по покраске классов, коридоров, лестничных маршей. В этом году впервые за партой Айхайских школ сядет 200 первоклассников. Учебные заведения примут около 2000 учащихся. За безопасностью учеников в Айхайских школах следит частное охранное предприятие «Голиаф». Теперь родителям в школу можно пройти только при предъявлении паспорта.